мир вам дорогие братья и сестры вас вас всех сердечно приветствую и рад быть на вашем замечательном вечере мне очень нравится название семейный очаг и я задавал себе вопрос а семейный очаг там должен присутствовать огонь правда мы это понимаем и что является в духовном смысле огнем который греет всю семью который притягивает нас где бы мы не находились когда мы вдалеке нам так хочется снова вернуться в семью что это за огонь я нашел священном писании замечательный огонь пламень весьма сильный скажите что это любовь любовь есть огонь и пламень весьма сильный тема моей сегодняшней беседы с вами звучит следующим образом все у вас да будет с любовью эти слова записал апостол павел и мы сегодня сконцентрируем на них самое пристальное внимание все у вас да будет с любовью 1 коринфянам 16 14 тема а все ли у меня с любовью вопрос все ли у меня с любовью как мы будем рассуждать мы посмотрим что в этом тексте можно увидеть великую божью цель для каждого из нас в этом тексте можно увидеть великий божий призыв для каждого из нас и в этом тексте мы можем увидеть тест или экзамен для каждого из нас а также путь возрастания и приготовим наши сердца к молитве вот таким образом мы будем вести нашу беседу смотрите в этом тексте мы увидим первое это великую божью цель вот это слово все все у вас да будет с любовью интересно что в греческом языке это слово означает целиком полностью без исключений без добавлений и сражений каких-то добавок то есть все целиком и полностью вот если мы берем сферу наше сердце да наше сердце как сфера то вот от средины до самых краев без всяких пропусков все должно быть наполнено любовью господь дал нам эту первую заповедь да ну великая божья заповедь да мы читаем о ней возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим всею душою твою всеми силами всею крепостью и всем разумением твоим и вот это слово снова все опять гармонирует с тем которые мы прочитали апостола павла все у вас да будет с любовью и смотрите божья великая цель для каждого верующего человека наполнить наше все сердце божьей любовью и тогда все что исходит из этого сердца а больше всего хранимого сердце твое потому что из него что источники жизни тогда все источники жизни все что исходит из этого сердца намерения желания поступки слова дела все будет с любовью согласны так и есть так вот божья великая цель это мое сердце должно быть наполнено до краев без остатка великой божьей любовью итак это божья цель давайте будем иметь ее в виду между прочим эта цель она не угасает ни в один день нашей жизни бог имеет ее эту божью цель в виду любых наших обстоятельств любых людей которые нас окружают любых дел делаем чтобы 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 через все это с кем мы встречаемся с кем мы дружим или не дружим что происходит с нами через все это у бога одна цель давайте будем иметь ее в виду наполнить нас великой божьей любовью второе слово да будет давайте мы посмотрим это тоже самое слово да будет побудительное наклонение заметим не приказ не повелительное наклонение да вот как иногда бог приказывает буквально повелевает что-то делать да ну например бог повелевает всем людям повсюду что покаяться это повелительное наклонение да буквально приказ а вот здесь побудительное наклонение это же самое наклонение мы встречаем самом начале священного писания библии когда мы сталкиваемся с тем что бог побуждает или вот это побудительное наклонение встречается первая глава бытия 3 текст и сказал бог да будет свет и что и стал свет и сказал бог 14 текст да будут светила на тверде и стало так например дальше мы идем 24 текст и сказал бог да произведет земля душу живую породу и скотов и гадов и так дальше и стало так и вот когда мы читаем первую главу мы видим бог дает этот импульс побуждающий землю побуждающий вселенную произвести свет и вселенная производит да бог побуждает землю произвести нечто и земля производит бог побуждает воду произвести душу живую всякую рыбу и стало так то есть все повинуется богу вот этот импульс исходящий от бога как побудительное наклонение он дает очень мощный импульс для того чтобы все слушалось его скажите все бога слушается мы видим до с первой главы бытия и только одно что не слушается бога назовите сердце человеческое неудивительно ли нам это сегодня и смотрите я беру для себя вот это назидание видя то что как бог побуждал вселенную воду сушу производить что-то и повиноваться ему и они откликались немедленно также точно бог побуждает меня чтоб я откликнулся на его божий призыв все у тебя да будет с любовью смотрите не я сам произвожу любовь который у на у нас часто нету я принимаю божий побудительный толчок вот этот импульс божьей любви в свое сердце я даю ему свободу и я являюсь проводником божьей любви послушен богу в этом и бог через меня может эту божью любовь являть итак мы с вами посмотрели на первое слово все это широта мы посмотрели на да будет это глубина глубина послушания глубина божьей любви ко мне слабому человеку которому он дает импульс от себя чтобы я был проводником этого импульса и теперь третье слово теперь самое важное слово да будет с любовью и вот здесь мы встречаем еще одно слово которое показывает на высоту божьей любви любовь здесь стоит в греческом агапе дело в том что в греческом языке и это просматривается в библии мы встречаем четыре слова означающих любовь первое это эрос или любовь физическое или любовь романтическая 2 слово это сторги это любовь родственные эта мать любит дитя супруги могут любить друг друга как родственные души это она у гд любит родню потому что это любовь вторги это любовь родственников ты любишь nicht что родное, потому что это родное. Третье слово – это любовь филио. Кстати, в Библии она иногда заменяет слово агапе как синоним, но иногда прослеживается вот этот явный интересный оттенок. Филио – это любовь дружеская, это когда друзья любят друг друга. И, наконец, последнее – это любовь агапе, это божественная, жертвенная любовь Бога самого. Так вот здесь, смотрите, в этом тексте апостол Павел или Бог через него призывает нас иметь не просто любовь Эрос, Сторге или Филио, Он призывает нас иметь божественную, жертвенную, нисходящую с неба любовь. Ничуть не меньше. Это высота Божьей любви. Итак, помните, Писание говорит, что широта и глубина и высота и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, чтобы нам исполниться, слышите, всею полнотою Божьей. Не удивительно ли? Мы желаем быть совершенными, мы желаем возрастать. Вот он путь нашего возрастания – совершенство. Это исполнение Божьей любовью. Само Писание очень часто как раз показывает нам, что есть вот эта лесенка. То есть самая первая лесенка или самая нижняя часть любви или вот эта любовь – это Эрос или романтическая любовь. Она очень часто бывает просто на уровне влюбленности и быстро проходит. И люди ее теряют. И очень часто она не переходит дальше. Следующая – это Сторге. Это любовь родственная. Она уже чуть выше. А родственники могут очень долго любить друг друга и любят друг друга. Но это тоже еще не то. Следующая ступенька – это Филио. Помните, Писание говорит, что бывает друг даже более привязанным, нежели кто? Брат. То есть любовь Филио находится еще выше вот в этом, так сказать, в этой лесенке любви. Любовь Филио выше, но еще выше стоит любовь Агапе. Смотрите, самая главная характеристика Божьей любви, ее качество очень сильное – это отдача. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Вот слово «так» указывает на сильное качество Божьей любви. Божья любовь характеризуется жертвенностью, отдачей. Это полная противоположность нашему эгоизму. Эгоизм – это когда все ко мне, все для меня. Это то, среди чего мы сегодня живем. Америка сегодня, она идет по пути эгоизма. И не только Америка. Каждый человек без Бога идет по пути эгоизма. Все для человека, все для меня должно быть. Божья любовь – полная противоположность. И вот если мы читаем еще Священное Писание, мы можем найти первое послание Калинингтон, 13 глава, где очень четко показано. Любовь, и там стоит это слово Агапе, долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует. И одно еще из очень важных качеств – никогда не перестает. Послушайте, все перестает. И все остальные три типа любви, любви перестают. И часто разбиваются арифы переживаний и трудностей семейной жизни. Но любовь Божья никогда не перестает. Ну а теперь последний и очень важный момент, по которому мы проверяем себя как тест и также смотрим на путь возрастания. Три момента я хочу ответить. Первое. Все у нас, но только с недостатком любви. Да, все, но везде постоянно какой-то недостаток. Вы знаете, я путешествую по разным церквам, и в разных двух городах, на разных двух побережьях, совершенно у разных двух людей услышал одну и ту же фразу, совершенно одинаковую. Они друг друга не знают, но сказали одну совершенно одинаковую фразу. Я заинтересовался, как это может быть вообще. Вот послушайте фразу. Согласитесь вы с ней или нет? Нет ничего хуже здесь на земле, как вести бизнес вместе со своими родственниками. Два человека в разных городах, не зная друг друга. И вы тоже скажете. А я заинтересовался, а справедлива ли эта фраза? И почему так люди говорят? Сегодня, ведя с родственниками бизнес, они говорят, что нет ничего хуже, чтобы вести с родственниками бизнес. Так подожди, он же твой родственник. Вот в том-то и дело. Смотрите, люди не родственники в этом мире боятся законов, боятся правительства, когда ведут бизнес, и боятся этого бизнеса лишиться, потому что если ты неправильно будешь вести дела, то твой партнер по бизнесу может тебя засудить, может отобрать этот бизнес совершенно законно и так дальше. И люди боятся, люди имеют страх. Смотрите, родственник по определению не должен ни заявлять в полицию, ни обращаться к властям. Он вообще не имеет никаких прав. А значит что? А значит можно делать все, что ты хочешь с твоим родственником в этом бизнесе. Чего недостает, скажите? Любви недостает. Какой? Агапы недостает. Послушайте. Родственная любовь есть. Сторги между ними-то есть, но нету жертвенной любви. Ведь в бизнесе всегда нужно идти на какие-то уступки, сделать так, чтобы другому тоже было хорошо. И на это сторги не способна. Не способна. Для этого нужно подняться на более большую ступеньку. Хотя бы филио, но даже ее часто не хватает. Надо подняться еще выше. Надо подняться на любовь Агапы. Следующее выражение. Молодежь говорит. Проводили опрос. Какие проблемы в славянских церквах, в Америке вы замечаете? Называли разные проблемы. Молодежь называла. Но это проводили опрос в наших церквах. Меня поразил один ответ. Послушайте его. Это было несколько ответов у молодежи. И мы их потом суммировали. И таких ответов было немало. Молодежь говорит, что одной из проблем в наших славянских церквах является наличие кланов. То есть больших родственных связей, больших родственников, так сказать, больших семей родственных. Послушайте. Которые никого не принимают к себе в родство. А как это так? Куда еще принимать? Послушайте. В своем служении душепопечителя я сталкивался с огромным количеством разбитых сердец. Когда сестричку брали замуж в большое родство, но так никогда и не приняли ее до конца. И она не знает почему. Некоторых не удовлетворяло то, что она из бедной семьи. Некоторых не удовлетворяло родства, я имею в виду то, что она из мира покаялась. Она не наследственная верующая. И так дальше, и так дальше. И я подумал, ну почему, почему, почему родства не могут принять даже того, кто стал, кажется, родственником им через замужество? Почему не могут? Ответ очень простой. Родственная любовь любит только родственников. Те, которые приходят к ним, это не являются родственниками прямыми. Поэтому на них любви не хватает уже, даже родственной. И поэтому столько разбитых сердец среди молодежи. Некоторые сестры, мы с ними разговаривали, они плачут, они говорят, я не знаю, почему меня не принимает родство. Я все делаю, я стараюсь всем угождать, быть хорошей, быть доброй. И семья у нас хорошая, мы же верующие люди. Но меня не принимают, не принимают в это родство. Я это чувствую, я как изгой. Что мы скажем? Что мы скажем родству? Надо подниматься выше. Ты не можешь любить, потому что ты остался на уровне любви-исторге, любви родственников. И вы знаете, что говорят в этих родствах? Мы такие любвеобильные. Мы так любим родственников. Да никто так не любит, как мы любим. Да, вы любите, но вы любите только родственников, больше никого. Послушайте, а как мы хотим принимать грешников из мира в наши церкви? Если даже через замужество не принимаем наших верующих, которые в наших церквах. Как мы хотим принимать людей из мира, которые будут приходить в большом количестве? И тоже будут выходить замуж и жениться. Как они будут себя чувствовать? Ну, я некоторые такие моменты немножко болезненные затрагиваю, но поверьте, они, эти болезненные моменты, они на слуху. И в нашей молодежи это все видят. И в вашей молодежи видят, и в церквах это тоже видят. Итак, не будем останавливаться на том, что мне кажется, что я так сильно люблю родственников. Не торопись. А вот если в твое родство войдет человек со стороны, хватит ли твоей любви с торги? Нет, не хватит. Поэтому недостаток Божьей любви. Мне понравилось стихотворение, которое я очень часто сейчас читаю. Стихотворение Веры Кушнир. Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, что чужому счастью рада. Когда любишь, легко прощаешь, когда любишь, не мыслишь злого, на обиды не отвечаешь злобным взглядом и едким словом. Послушайте третий куплет. Меня он очень трогает. В милосердии границ не знаешь. Сердце к жертве всегда готово. Недостатков не замечаешь. Не сквернишь себя клеветою. Проверяем свое сердце. А все ли у меня с любовью? Или очень часто я обнаруживаю этот недостаток? Движемся дальше. Помните одного юношу, которому нужно было сделать операцию, чтобы жениться на одной хорошей девушке? И написано о нем так. И написано о нем так. Юноша не умедлил сделать это. Он не умедлил пойти на операцию. На то, чтобы ему было больно, на то, чтобы он был в болезни. Почему? Ответ в Писании. Потому что любил. Помните юношу этого? И девушку эту? Все, конечно, закончилось печально. Но вот эта фраза показывает нам, что когда ты любишь, и любишь по-настоящему и сильно, да, ты готов идти на все, потому что любил. Не умедлил, даже не стал медлить. Вот как только ему сказали, тебе операция нужна, побежал тут же делать операцию. Почему? Даже не медлил, потому что любил. Почему мы медлим? Написано, не медлил исполнять заповеди Божьи. Почему медлим? Потому что недостает любви. Вот и все. Давайте второй пункт посмотрим. Кое-что с любовью. Там было все с недостатком. Но идем дальше. Немножко, может, возрастаем. И теперь уже кое-что с любовью. Да, не все, не все. Но хоть кое-что. Бог показывает, где нет любви. Один служитель, когда его спрашивали, что в вашем служении было самым тяжелым? Что в вашем служении было самым тяжелым? Ожидали услышать, что нехватка финансов, может быть, какие-то трудности в служении с недостатком ресурсов, может, людей, может быть, еще что-то. Он был благовестником долгое время. Вы знаете, он уже на закате своих лет, «Самое трудное в моем служении – это была зависть многих верующих». Зависть. Вы знаете, как определяется зависть? Я нашел, как Василий Великий, один из богословов древности, определил зависть. Это скорбь по благополучию ближнего. Это когда у нас скорбь, но по благополучию ближнего. Есть черная зависть. Вы знаете, черная зависть – это когда… Ну, есть белая зависть, так называемая, хотя их не надо классифицировать. Это когда ты посмотрел, и тебе хочется то же самое. Но ты не желаешь зла тому человеку, тебе просто то же самое хочется очень сильно. Это тоже разновидная зависть, тоже она ведет к своим нехорошим вещам. А есть черная зависть – это когда ты посмотрел, посмотрел, и ты не только не желаешь, чтобы у тебя это было, ты хочешь, чтобы это у твоего друга, чтобы не было. Так вот, один из людей из западного мира, приехав в бывшее СНГ, говорит, я удивляюсь людей, говорит, у нас, говорит, посмотрят на человека, у которого 10 коров. И желают тоже 10 коров уветь. А у вас посмотрят на человека с 10 коровами и желают все 10 отравить. Ну, бывает такое, да. Вот за своим сердцем надо смотреть. Смотрите, любовь не завидует, любовь не превозносится. Любовь, она побеждает вот эту зависть в сердце, и эту скорбь по благополучию ближнего побеждает этой божественной, жертвенной любовью. Братья, мы подобрались к нам, мужьям. Смотрите, что говорит апостол Павел Ефесянам, 5.25. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И там стоит слово Агапе. Нет, не просто филио, и не сторги, и не романтической любовью, хотя это тоже все присутствует. Нужно сказать, что мы не заменяем любовь. Мы ей даем, чтобы она облагородилась все наши человеческие чувства, и эрос, романтическая любовь, и сторги, вот, любовь родственников, и филио, дружеские чувства. Они не уходят, когда приходит Божья любовь. Божья любовь, приходя, изливаясь в сердца наши духом, святым данным нам, облагораживает все эти типы любви, наполняет все это и делает намного лучше, нежели мы могли бы сделать. Поэтому Божья любовь никогда не перестает. И она поддерживает все это, не дает заглохнуть, наоборот, она дает расцвесть это еще с новой силой и увеличится. Итак, мужья, любите своих жен, и там стоит любовь Агапе. Любовь Агапе. Как и Христос возлюбил церковь. Вот эта готовность к отдаче, к жертвенности, вот она определяет эту любовь Агапе, когда мы ею начинаем любить свою жену. А теперь самый главный, очень важный момент. Послушайте. Сейчас я буду говорить о моменте, который я пережил сотни и сотни раз в своей жизни. Я проверил, как он работает в моем сердце и в сердцах моих друзей. И я увидел, что он работает сто процентов. Но многие люди не обращают на него внимания и идут по пути приобретения любви Агапе другим неправильным путем, небиблейским путем. Послушайте, какой путь предлагает Священное Писание в том, как приобретать эту любовь Агапе. Ведь в нас ее нету? Нету. Писание говорит, люби свою жену любовью Агапе. А я говорю, Господи, а у меня ее нету? И как я ее произведу? Послушайте, как Господь ее производит. Во-первых, любовь Божья излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. Для этого должно быть возрожденное сердце, способное вмещать Божью любовь. Во-вторых, человек должен увидеть, что у него не хватает любви. И поэтому мы говорим о таких моментах в нашей церковной жизни, в семейной жизни, когда ты увидел, что не хватает любви твоей, и ты думал, что ты любишь свою жену очень сильно. А вот пришла ситуация, где она тебя огорчила или сделала что-то тебе очень больное, и ты не находишь больше вообще никаких чувств. Скандал только один в сердце накипает или возмущение накипает, а любви никакой не чувствуешь. И как в этот момент действовать мне, мужу или тебе, жене? Послушайте очень внимательно. Я приведу это на простом примере. Однажды к нам приехал хороший проповедник, пожилой брат, и после проповеди мы к нему с молодыми братьями подбежали. А он спрашивает, братья, проповедь была о любви. Он спрашивает, братья к нам, молодым, вы любите меня, любовь Ягапе? И мы, конечно, да, 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 мы вас любим. Дорогой служитель, любовь Ягапе. Он говорит, нет, не обманывайтесь. И он взял и наступил одному брату на ногу. Очень сильно. А он такой, брат, здоровый. И тот молодой братик, а-а-а, а-а-а, ему было больно. Он так специально сделал, он причинил ему боль. И он потом нам всем говорит, а вот сейчас, дорогой брат, если ты пересилишь эту боль, переступишь ее, как бы отправишь ее на крест, и примешь решение, несмотря на эту боль, продолжать любить меня, как брата в твое сердце начнет изливаться любовь Агапе. Я не поверил этому. Я подумал, что это как-то странно, но не может такого быть. Я подумал, ну, я помолюсь Господу, и мое сердце сейчас исполнится любовью. Это вот и все. Но когда я начал проходить свои переживания и вот эти боли в жизни, когда у тебя не хватает любви и когда тебе вообще не хочется любить больше. Человек тот недостоин твоей любви. Я, мучаясь в этом состоянии, не находя выхода, вставал на колени, вставал на колени, часто со слезами, и говорил, «Господи, у меня нету любви, и я даже не хочу его любить, но я твое дитя, я хочу быть тебе послушным, и я принимаю решение в моей воле продолжать любить этого брата. Помоги мне в этом, Господи. Наполни мое сердце твоей любовью». Вот это решение Бог ждет. Это решение всегда через боль. Ты боль должен переступить, отправить ее на крест. и только тогда твое сердце открывается для принятия Божьей любви. Вот это и есть путь креста. Вы помните, как шел Христос? «Господи, Отец, прости им, ибо они ведают, что творят». Его били, над ним издевались, его вели на крест, причиняли ему страдания, а он, переступая через эту боль, он благословлял тех людей, и он молился за них, он продолжал их любить, и он показал нам путь креста и возрастания в любви. Поэтому в следующий раз, когда тебе кто-то причинит боль, и эта боль тебя будет очень и очень тяготить внутри твоего сердца, и ты не будешь находить выхода, ну как поступать с этим человеком, что мне делать, что, да я не хочу с этим человеком больше дела иметь. Послушай, я к себе, своему сердцу, и к тебе, к твоему сердцу тоже обращаюсь. Послушай, дорогой брат и сестра, Бог дает тебе удивительную, уникальную возможность встать на колени, переступить через эту боль, и как послушное дитя сказать Господу, «Господи, но я послушен хочу быть тебе, я продолжаю любить этого брата или сестру, я буду его любить, ты принимаешь решение воли твоей, и к решению воли присоединяются чувства сердца». Еще на заре христианской эры один из богословов сказал, «Наше сердце не может долго противиться решению разума и воли, и заметьте, Бог обращается к нашей воле, муж, люби свою жену, это он обращается к моей воле, он обращается к тому, чтобы я сделал решение, он не говорит, «Ах, если ты почувствуешь очень сильную любовь к твоей жене, ах уж, если сильно чувства твои будут наполнены любовью, вот тогда ты люби, люби твою жену». Нет, вот когда тяжело любить, когда что-то произошло между вами, напряжение, скандал, ссора, боль между вами, какой-то разрыв произошел, вот этот момент на колени, встал, переступаешь через боль и делаешь решение воли. Ты послушна, дитя Божье, Бог говорит, «Люби свою жену, любовью Агапе», и ты говоришь, так и говоришь, вслух, можно про себя, но вслух лучше. «Господи, я хочу любить мою жену, я делаю решение, я буду ее любить с твоей помощью, излей в мое сердце любовь Божью Агапе». «Послушайте, я проверил это многократно, не один десяток раз в своей жизни, это работает 100%, и вы можете это делать, я думаю, что многие из вас уже это делают, просто не обращали внимания». Один отец, его сын-подросток, опять что-то натворил в школе, ему позвонили, нажаловались, он ждет его с школы, заготовил часовую беседу. Потом остановился и подумал, «Господи, а сколько было этих часовых бесед с полностью нулевым результатом, а еще и с ожесточением моего сына? Я не буду ничего говорить, Господи, дай мне слово от Тебя, хотя бы одно слово моему сыну-подростку. И я сейчас не в том состоянии, мое сердце раздражено, мне больно из-за его поведения, и это многократно уже он это делал, я ненавижу его. Господи, это неправильно, дай мне любовь Твою, наполни мое сердце». И он говорит, «Я стоял на молитве, попросил у Бога об этом, и вдруг приходит одно слово, одно слово от Господа. Я его принял, но вместе с этим словом пришла теплота к моему подростку-сыну, пришло сожаление, пришло понимание его ситуации, что ему тяжело, ему нужна любовь, а я как отец не являю этой любви. Пришел сын-подросток, мы сели с ним, и я сказал ему одно слово от Господа, то, которое пришло в сердце. И вдруг мой сын заплакал, а потом мы плакали вместе, а потом мы стояли на коленях, а потом мы два часа беседовали, но это была другая беседа. Это была не та заготовленная беседа в таком менторском тоне. Это была беседа по душам, которую сын давно желал. И слово от Господа открыло дверь для этой беседы. Мы думаем, что мы можем воспитывать наших детей, у нас много мудрости, мы знаем, как вести себя. Я закончил педагогический университет, я знаю все приемы педагогические, но очень часто я тоже, как и тот отец, стоял на коленях, не зная, как вести. Никакие приемы не работают. Ничего не работает, Господи. Почему? Да потому что Господь допускает моменты, которые покажут нашу немощь и нашу сильную жажду в Божьей любви. Друзья, итак, подводим итог. Нам нужно увидеть недостаток любви. Нам нужно увидеть, что не все с любовью. Вы помните, мы живем с вами в такое время, когда Ладикийская церковь будет говорить, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а несчастен, не зная, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Почему? Да потому что у тебя любви нету. Самого драгоценного, самого большого сокровища неба нету. И поэтому ты несчастен, жалок, и нищ, и слеп, и наг. Увидеть, где нет любви, попросить Бога, возжелать, возжаждать Божьей любви и облечься в эту любовь, переступая через боль, которую тебе сделали, переступая, желая быть послушным Господу, открывая свое сердце, чтобы Дух Святой наполнил этой любовью, и тогда ты будешь проводником этой любви. Продолжаем чтение нашего замечательного стихотворения. Четвертый куплет. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя понимают. Та любовь, что зажглась однажды, негасимым светом сияет. И огонь ее ярко светит, и о нем говорить не нужно. Его всякий и так заметит. Там, где он, там любовь и дружба. Если ты ее проявлений в своей жизни не замечаешь, значит, ты любви не имеешь, но о ней понаслышке знаешь. И напрасно просить о многом. Мне, по сути, одно лишь нужно. Я любви лишь прошу у Бога, о других, не заботясь в нуждах. Вы знаете, я эту тему, которую сегодня вам говорю, я уже говорил ее несколько раз, но я ее проверил на своем сердце, в своей жизни я ее проверил. И я вам говорю ее из практической жизни, то, что мне помогло, помогло моим друзьям многим, я не сомневаюсь, будет помогать всем нам. В любой ситуации, как бы нам ни было тяжело, что бы нам ни сделали, кто бы ни сделал, всегда есть этот маленький ключик на колени, встать, пересилить эту боль, открыть свое сердце для любви Божьей. Вот так мы исполняемся ею. И эта любовь никогда не перестает. И вы знаете, все прекратятся, и знания прекратятся, языки умолкнут, знания упразднятся, и веры не надо будет, и надежды не надо будет вечности, а любовь будет всегда. Она и вечности тоже будет, потому что Бог есть кто? Любовь. И знаете, я задумываясь о любви Божьей, я понял, что это и есть наша награда. Это есть степень близости с источником любви. Чем больше ты дал Богу наполнить твое сердце любовью, тем ближе ты можешь быть к Нему в вечности. И тем больше твоя награда, потому что награда быть рядом, ближе к Господу, это самое драгоценное, что мы можем представить. Так же любовью будет проверено все наше служение, все наши дела, и все, что не сгорит в этом огне любви, будет иметь награду, устоит, если оно сделано из драгоценных камней любви и гармонирует с этой Божьей любовью. А все, что было сделано не из любви, сгорит, и от этого будет тоже наша награда. Поэтому любовь сейчас и любовь в вечности это самое драгоценное, что мы имеем. Потому Господь и сказал, что все заповеди в Библии заключаются в одном слове любить Бога и любить ближнего. И все, что мы можем посмотреть в Священном Писании, оно и есть объяснение того, как это делать в практической жизни. Как это делать, как любить Бога и как любить ближнего. Дорогие братья и сестры, я рад, что мог поделиться этой темой, я думаю, что она принесет нам и назидание, и утешение, откроет нам новые ступеньки в том, чтобы возрастать в любви. Оно поможет избегать нам конфликты и конфликтные ситуации. И вы знаете, еще один момент, который меня тревожит. По оценкам пасторов и душепопечителей, сегодня в наших рядах увеличивается количество немых разводов. Немой развод – это развод в христианской семье, который не оглашается и который не подтверждается в корте, в суде. Но люди просто живут своей собственной жизнью под одной крышей. Они все еще ходят вместе в церковь. Ради детей они никому не показывают, что в их сердцах уже давно пусто. два чужих человека просто под одной крышей. Это называется немой развод. В нашей христианской семье количество таких разводов, к сожалению, возрастает. Никто об этом не скажет. Об этом говорят очень редко, только на душепопечительских беседах или очень, ну, таким пасторам, которым доверяют. Но братья бьют тревогу. Это в нашей среде. О чем это говорит? Это говорит о том, что все прошло. Эрос, Сторге, Хилия – все прошло, все закончилось. А любовь к Божью так и не открыли свои сердца для того, чтобы она наполнила. И поэтому остались банкротами. И ничего нету больше. Печально. Но я думаю, что Господь не оставляет даже в этом состоянии. Он все равно поставит нас в такие положения, когда Он достучится, чтобы Его Божья любовь наполнила все-таки каждое сердце. Я хотел бы, чтобы мы сегодня молились. Молились за нас, за наши семьи, за наши церкви, за молодежь молились. И молились за свое сердце. Господи, Ты мне многократно показывал, что у меня недостаток любви. Я уже давно христианин. Но в любви очень мало возрастаю. И очень часто ее не хватает. Господи, прости. Да, кое-что с любовью может быть, но много чего еще над чем нужно работать. И самое важное, это то, чтобы действительно научиться, переступая через боль, делать это решение. Мы дети, мы послушны Ему. Мы хотим любить Бога и ближних. Поэтому давайте мы сейчас приготовим наше сердце к молитве. Я приглашаю. Как вы делаете обычно это, да? Давайте мы сейчас встанем. Будем молиться и про себя, и вслух присоединяться друг к другу. И в конце я тоже помолюсь. Пожалуйста. Спасибо.